Алсу Селезнева рассказывает, взрыв прогремел в половине пятого утра, когда в доме все спали. У соседей взорвалась газовая колонка, а сила удара была такой мощной, что в квартире Селезневых вышибла входную дверь, вылетели окна и треснула межкомнатная стена. В одно мгновение они с малолетним ребенком остались без крыши над головой. В тот же день городские власти предложили пострадавшим переночевать в пункте временного размещения, а уже через три дня семья Селезневых въехала в новую квартиру в Крутых Ключах. Она такая же аналогична, как и наша. То есть даже по квадратуре она такая же, как наша. Ну просто без мебели. Сейчас нам помогли с переездом. За два часа нашли машину, перевезли нам всю мебель. То есть все сделалось в очень кратчайшие сроки. Я первый раз за все эти дни выспалась, сходила в душ, повела горячий чай, потому что даже кафешек нет, чтобы мы могли хоть где-то поесть, попить. В Крутых Ключах от взрыва бытового газа в жилом доме никто не погиб. Но три человека оказались в больнице. В общей сложности пострадало 25 семей. Все они останутся жить в своем микрорайоне, но уже в новых квартирах. Об этом рассказала глава Самары Елена Лапушкина на приеме граждан у прокурора города. О состоянии дел доложили представители Следственного комитета, управляющие компанией, застройщик микрорайона Крутые Ключи и глава Красноглинского района. Самая важная задача, связанная с отселением жителей из пострадавших квартир, решена. На вчерашний вечер отселено 5 квартир и подготовлено еще порядка 20 квартир маневренного фонда для возможного переселения, если граждане изъявят такое желание на момент производства ремонтных работ. Временные квартиры пострадавшим предоставила строительная компания микрорайона. Люди там будут жить около двух месяцев, пока ремонтируют их жилье. Предоставляя временные квартиры, городские власти учли пожелания пострадавших. Одна из семей попросила жилье без газового оборудования, а одинокая пенсионерка предпочла переехать ближе к остановке общественного транспорта. Прокурор города отметил, что главное в этой ситуации – быстрая помощь людям, оказавшимся без крова. Представители следственного комитета пояснили, как и что нужно делать гражданам, объяснили им, как можно подать иски гражданские, и делаем все направленное на то, чтобы решить их проблему именно сейчас. Именно сейчас расселить, пока будут идти следственные мероприятия, пока будет устанавливаться виновный. Ну вот сейчас граждане пояснили, что на сегодняшний день их вопрос решен. В результате взрыва пострадали и 10 автомобилей, владельцы у которых есть страховка, получат компенсации. Остальным придется обращаться в суд. По факту взрыва бытового газа возбуждено уголовное дело. Возмещать ущерб будет виновник трагедии. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов. События. Субтитры подогнал «Симон»